Итак, начинаем. Включаю ролик, как вам обещал, и он сказал поехали. Это биржа Binance выпустила собственный токен, который вначале стоил всего лишь несколько центов. Сегодня он стоит более 30 долларов. Binance имеет очень грамотную реферальную систему, которая помогает вам зарабатывать больше BNB, привлекая новых людей на их платформу. У вас есть криптовалюта? Вы держите ее в своем кошельке и ждете, пока она вырастет? Возможно, это умная идея. Тем не менее, она находится в вашем кошельке без пользы и не приносит вам никакой прибыли. Деньги делают больше денег. Вы не знали об этом простом правиле? Скорее всего, вы не покупаете криптовалюту, потому что не знаете, что с ней делать. Но есть кошелек Low Token. В нем вы можете хранить более семи разных криптовалют. Вы можете хранить свои криптоактивы и управлять ими с помощью кошелька, но вы также можете использовать его для получения ежедневного дохода. Блокчейн-специалисты из Сингапура объединились с профессорами математики и разработали торгового бота на основе искусственного интеллекта, который покупает и продает криптовалюту на более чем 38 биржах. Первый торговый бот называется Jarvis AI. Многие другие боты будут следовать. Торговый бот, разработанный Cloud Token, использует очень умную торговую стратегию War Room. War Room у необычных торговых ботов, потому что он торгует на основе реальных сигналов, а не на основе истории. Вы можете легко проверить все заказы на покупку, продажу и холд выставки и заказы в приложении. Вся эта интеллектуальная технология Блокчейн позволяет пользователям Cloud Token получать вознаграждение от 6% до 12% ежемесячно в зависимости от суммы, добавленной к торговому боту. Вы получите вознаграждение токеном CTO, который увидел дружночный рост всего лишь через 3 недели после официального запуска. Вы зарабатываете не только на ежедневных вознаграждениях, но и на постоянно растущем курсе токена. Вы можете легко потратить свои CTO, используя фирменную дебетовую карту Cloud Token. Если вы фанат технологий, вам понравится следующая часть. CTO использует сверхбыстрый блокчейн EBS четвертого поколения, основанный на технологии блокчейн Орэйс. В отличие от блокчейна Биткоин или Эфириум, блокчейн EBS становится быстрее с увеличением количества транзакций. Показывать Cloud Token своим друзьям может быть очень выгодным. Делай, как Саймон. Саймон запустил свой торговый бот в 500 долларов. Саймон умный. Он знает, что ему нужно как минимум 500 долларов торгового объема, чтобы получить право на партнерский бонус. Саймон показал Cloud Token Катрин. Она профинансировала торгового бота на 1 тысячу долларов и зарабатывает около 100 долларов в месяц. Саймон теперь зарабатывает 100% того, что зарабатывает Катрин. Саймон показал Cloud Token Алексу. Он проплатил торгового бота на 500 долларов. У Саймона теперь есть два прямых партнера с более чем 500 долларами каждый. И теперь он имеет право на сопоставление бонусов на двух уровнях. Также Питер заинтересован присоединиться и пополнить свой торговый бот на 500 долларов. Чем больше прямых партнеров с 500 долларами Саймоном вербуют, тем больше уровней будет разблокированы. Однако прямой партнер номер 16 открывает уровень номер 21. Это максимальное количество уровней, на которое может претендовать Саймон. Теперь он зарабатывает 100% бонус соответствия от своих прямых партнеров, 50% от своих партнеров второй линии и 5% от уровня третьего до 21. Саймон стал настоящим сетевиком и приглашает многих людей в Cloud Token. Его партнеры также приглашают людей в Cloud Token. Саймон очень успешен. Его общий объем продаж возрастает до 200 тысяч долларов и он достигает ранга C1. Ранг C1 добавит 5% к уровню от третьего до 21 и разблокирует 5% бесконечного бонуса. Саймон не останавливается на достигнутом. Он помогает Катрин, Алексу и Петру стать C1. Это поднимет его до ранга C2 и поможет ему заработать дополнительные 5% с уровней третьего до бесконечности. Если он поможет Катрин, Алексу и Петру, достичь уровня C2, он достигнет C3 и повысит свой заработок. Самый высокий ранг в Cloud Token C5. Как начать? Начать зарабатывать с Cloud Token очень просто. Просто скачайте приложение Cloud Token, пройдите процесс регистрации и запишите свои пароли и мнемонические слова. Пополните один из ваших кошельков и добавьте эти средства в торговый бон. Вы увидите свой 10-значный реферальный код. Нажав меню этот код, вы можете послать своим потенциальным клиентам, чтобы помочь им зарегистрироваться. Теперь вы будете получать ежедневные награды CTO, которые вы можете конвертировать в эфириум в любое время и отправлять на внешний кошелек. Поздравляем! Теперь у вас есть цифровой банк в вашем кармане. Cloud Token Сейчас мы выключим то, что пойдет дальше, и я начинаю рассказывать. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Секунду. Трепение, прошу прощения. Or a post on Facebook that all your friends will see. Or a post on Facebook that all your friends will see. Or a post on Facebook that all your friends will see. Санечка, мьютай. Мистер Андреевич, пожалуйста. Hello, сэр. Hello, мой сэр. Hello. Итак, начинаем презентацию. Ну, я уже сказал, кто будет ее сегодня вести, я не буду повторяться. Первую часть проведу я, Алекс Вугенштейн. Потом с большим удовольствием передам слово Ярославу из Львова, Украина. Вы знаете, где находится этот прекрасный город. Ярослав проведет презентацию по слайдам, которые, ну, немножко с колес подготовлены. К воскресенью обещаем быть еще лучше и точнее, и тщательнее, и так далее. Наверное, я расскажу коротко о маркетинг-плане и возможностях клауд-токена, и потом передам слово Ярославу. Вот Ярослав перед вами на экране в оранжевой футболке. Прошу любить и жаловать. Итак, клауд-токен прекрасен тем, что он для всех. Во-первых, заработок, как было сказано в видео коротком, от, ну, будем говорить, 8 до 12% в месяц от вложенных денег. Минимум вложения желательно 600 долларов, потому что нельзя тогда строить нетворк, если ваше вложение в криптовалюте, одной из семи криптовалют, уйдет ниже, чем 500 долларов по цене в фиате, в долларах. Поэтому лучше с запасом начинать ввод 600 долларов, потом можно эти деньги добавлять, когда увидите и почувствуете, что все хорошо. Это хорошо, я проверяю это с 31 мая этого года. Проект существует, стартап, с 12 мая этого года. Каждый день 0,3% примерно в клауд-токенах тикает только от моего одного аккаунта. Возможно подписывать под самого себя, если есть такое желание, бесконечное количество раз, это не ограничивается. Для того, чтобы создать на телефонах Android или iPhone аккаунт, все происходит на телефонах. Блокчейн четвертого поколения, новейший, очень быстрый, чем больше пользователей, тем он быстрее работает. То есть можно создавать бесконечное количество аккаунтов под самим собой, если есть такая возможность. Максимальный взнос на один аккаунт по одной криптовалюте 50 тысяч долларов, не больше, причем компания гарантирует возврат 50 тысяч в случае, если что-то произойдет нехорошее. Вот, если с компанией что-то случится, пожалуйста, еще раз просьба, замютайте все, я могу это сделать сам, но не буду этого делать. Все нажмите в левой нижней части экрана, кнопочка микрофон, и чтобы не было кликов и так далее. Прошу очень, так сказать, всех это сделать. Так же можно строить нетворк. Кроме того, задать нужно только пароль. Все. И-мейл даже не надо задавать. То есть полная конфиденциальность соблюдается. Новейшие средства, новейшая технология. Учтены все ошибки кошельков с ростом средств, криптовалют предыдущих компаний. Их сейчас несколько. Вот. И у руля стоят очень серьезные люди, о которых скажет Ярослав в презентации своей. Значит, по маркетинг-плану. Для того, чтобы открылось... Значит, если вы подписываете 21 человека своих в первую линию свою, я думаю, здесь все собрались, понимая, что первая линия – это, значит, свои. Ну, свои даунлайны или люди, которых подписали вы, то у вас откроется 21 уровень вниз по прибыли. Первая линия, ваша линия, дает 100% от их прибыли. То есть от их инвестиций вы получаете фактически, ну, будем говорить, 10-12% в месяц. 100%. Я думаю, понятно, о чем я говорю. То есть, если вы получаете 10-12% от своего аккаунта, то же самое вы получаете 10-12% от своей первой линии. Вторая линия. Вторая линия дает 50%. 50% – это люди ваших людей или это, может быть, ваши аккаунты. Извините, секундная пауза. Значит, итак, если вы подписываете двоих человек под себя, у вас открываются три линии. Если вы подписываете четверых человек под себя, у вас открываются четыре линии. И так далее. До 21 человека, может быть, это ваши же, вы сами или другие люди, откроется 21 линия. Значит, как я сказал, первая линия дает 100%, вторая линия 50% и от третьей по 21 линию 5% от их прибыли, от их инвестиций месячных или дневных. Что еще следует сказать? Если вы выполняете ранг C1, а рангов всего C5, а C1 означает 21 подписант в первую линию от 600 долларов. То есть, можно сделать инвестицию, допустим, 600 – это возможно. Имейлы задавать не нужно, никакие разные имейлы и так далее, только пароль, и то пароль может быть один и тот же. Вот, допустим, кто-то, ну извините, богатый Буратино, 21 умноженное на 600, к примеру, или больше, до 50 тысяч. Вы получите возможность всей 21 линии. Но еще также есть еще одно учетное условие – это 200 тысяч в команде, как бы продакшн или волового, ну как сказать правильно по-русски, продакшн – это, значит, общего дохода от всей вашей команды, общего вложения от всей вашей команды, наверное, так правильнее сказать. Вот, теперь, Ярослав – профессиональный трейдинг, и он докажет, что это не пирамида, не панзиским, потому что мы получаем 0,3% в день. Основанно здесь, здесь это не, так сказать, мавродий, который, деньги приходят от нижних денег, нет. Деньги приходят от трейдинга, основанного на искусственном интеллекте робота Джарвис, программное обеспечение, который дает и 300% в месяц. Ну, я не буду цифры называть, может, я ошибаюсь в цифрах, это лучше скажет и знает Ярослав. Поэтому вы не должны думать, что это, как было сказано Андреичем, сейчас я услышал реплику, по-моему, если я не ошибаюсь, заманиловка очередная, может, я ошибаюсь, может, не от него, как угодно. Да, неважно. Так вот, поехали дальше. Понято, принято. Поехали дальше. Маркетинг, ну, немножко понятно, я думаю, если будут вопросы в конце, пожалуйста, по маркетингу ответьте с удовольствием. Ну, я сейчас вышел, допустим, у меня сейчас на подходе в мою первую линию много новых моих даунлайнов. У меня сегодня пока двое и один не проплачен, их трое. Эти двое построили, ну, скажу конкретику. Значит, один из них, вот, Александр Ликах из Нью-Йорка. И второй, моя гордость, Ярослав из Львова, Украина. Вот, который практически за один день, Ярослав, подписал два проплаченных аккаунта и семь, ну, пока не проплаченных, люди будут вносить деньги в ближайшее время. Поэтому результаты ошеломляющие, очень хорошие. Дай бог, получи нам семь результатов. Компания работает. Сейчас я посмотрю, сколько времени, наверное, буду уже передавать слово. Секунду. Окей, 2.20. Да, пора. Компания, я еще такую вещь скажу, это очень важно. Могут задать вопрос, что я его сразу предвосхищу. А что, если я потеряю свой телефон? Окей, у меня был такой случай. К сожалению, мой телефон, после того, как 31 мая зашел в компанию на Samsung Galaxy S9, украли, а аппликейшн стояла на этом телефоне, часики тикали, каждый день мне приходило по 0.3. Через какое-то время, две недели, я запустил в работу новый телефон, iPhone X, iPhone X. Установил там аппликейшн. Аппликейшн есть в магазинах на обоих типах телефонов. И все хорошо, я посмотрел, я зашел в свой кабинет, все работает, все прекрасно. Даже вроде бы как телефон украли и телефона не было, поэтому не надо бояться, если телефон пропадет, этого не нужно, конечно. Но вместе с тем все работает. Также проверено работает на таблет, на таблет по-английски, планшетах по-русски, Apple и, думаю, Android также. Это проверено моим третьим даунлайном, которое зарегистрировало пока бесплатно. И все хорошо, аппликейшн установилась на планшете также. Ну вот, на этом я заканчиваю. Если будут вопросы, я буду рад на них ответить. Сейчас с большим удовольствием передаю слово Ярославу. Пожалуйста, Ярослав, я думаю, что мы по аналогии... Да, еще пару слов о себе, кроме того, что я сказал, что кандидат наук. Я не начинал, не начинаю этим, буквально еще одна минута или меньше. Кандидат физмат наук Киев-Украина. Защитился в Киевском университете в 88-м году. Численные методы математики. Работал 17 лет программистом на предприятии в Киеве. Параллельно написал диссертацию. Работал в Нью-Йорке в трех американских компаниях программистом. Правда, не так долго, как 17 лет в Киеве. Так сложилось. К сожалению, работал здесь два года IT гаем. Ну, типа IT, интернет-техниш, как там, IT. Не вы знаете, что такое IT. Очень большой компании, 40 компьютеров было под моим, так сказать, глазом и, так сказать, обеспечением. Все. На этом остановлюсь, попрошу... Ну, уж мы так, наверное, принято сегодня, может быть, в следующий раз, в воскресенье, в следующее. У нас будут проводиться вебинары по средам и воскресеньям в 21 час киевского и московского времени и 2 часа нью-йоркского времени, если только не будет объявлено о другом времени или другом дне. Воскресенье, следующее, ближайшее, мне пообещал, может быть, будет у нас также Виталий. Виталий, он в Израиле живет, сейчас он в Прибалтике временно на неделю поехал, русскоязычно-англоговорящий. Ну, вот такую вещь назову вам ошеломляющую, не ошеломляющую, дай ему Бог. Он зарабатывает в день 2,5 тысячи долларов в клауд-токене. В день, две. И это не предел, это только начало. Он зашел раньше в компанию, он активно работает, проводит вебинары. Ярослав, немножко еще время взять или вы готовы? Взять экран и... Готовы. Все, спасибо большое за то, что слушаете и вопросы потом. Нет, вопросы в конце. Танечка, пожалуйста, вопросы в конце. Мы сбиваем, я уже и так затянул, мы договаривались с Ярославом, что я возьму меньше времени. Пожалуйста, Ярослав, кандидат технических наук, и всего вам хорошего в слушании презентации. Добрый вечер, как меня слышно, как видно презентацию «Путь любезна». Дайте в обратную связь. Алекс, скажите, пожалуйста, видны демонстрации экрана. Алекс. Да, я отмютывался. Да, все хорошо, ничего не уехало никуда, все прекрасно. Спросим начинать. Прекрасного нашего Ярослава. Я не должен что-то задержать. Многое всем извиняюсь за поддержку. Итак, друзья, мы начинаем сегодня нашу презентацию нового стартапа, проекта, который называется «Класс Кролкин». И вот мы рассмотрим особенности этого проекта, его возможности. Я хотел бы начать с этой презентации со слову Стива Джобса «Сделай шаг, и дорога появится сама собой». Сейчас у многих такая ситуация, что выкладывались разные проекты и деньги не то, что не приумножились, а даже же потерялись, поэтому многие люди терпят определенные финансовые трудности и ищут возможность заработать на более надежных проектах. И я бы хотел немножко, прежде чем мы перейдем к самому проекту, рассмотреть такой вопрос, почему вообще нужно иметь портфель без разных источников пассивного дохода. И в чем особенность инвестирования? Дело в том, что поведение рынка очень часто не пересказуемо, поэтому у инвесторов могут возникать определенные риски. Это риски, связанные или с задержкой, выплатой при прибыли дивидендов, или с уменьшением этих выплат, или даже с потерей капитала. И поэтому для минимизации рисков грамотные инвесторы всегда применяют определенные правды. Их есть много, но я хочу остановиться на трех. Прежде всего, это тщательный отбор инвестиционных активов. То есть, что инвестиционных активов, какие проекты. Нужно очень тщательно рассматривать, и мы сегодня поможем вам об этом разобраться. Когда нужно герсифицировать свой инвестиционный портфель, то есть в одной корзине все яйца не держат. Вы должны иметь инвестиции в пятных деньгах, инвестиции в кредитах, инвестиции в золото. И только в этом случае, если какая-то отрасль или какой-то проект проседает, то за счет возраста капитала других проектов вы всегда будете успешным инвестиционным. Чем привлекательны цифровые криптоактивы, и почему они стали трендом в финансовом мире? Ну, прежде всего, цифровые технологии имеют будущее востребовано уже сейчас, потому что они более эффективные, чем было, что они не были раньше. Я хочу для неэкономистов, скажем так, для тех, кто не имеет, ну, скажем так, понимания, как его эффективность, кратко объяснить, что под этой эффективностью мы будем понимать величину полезности за какие-то единицу затрат. Вот, исходя из этой эффективности и ограниченного ресурса времени, который каждому человеку дается в качестве, ну, какой-то определенной надежды жизни и причем работоспособенном состоянии, то цифровые технологии дают колоссальность возможностей для исправления допущенных в жизни ранних финансовых промахов и материальному изоспечению будущего. Поэтому именно крипторенок и криптоактивы я рассматриваю как самые, ну, скажем так, высокопроходные активы, которые обязательно стоят инвестируют. Воспользоваться этой информацией и этим активом или нет, это выбор каждого. Наша задача сегодня не стоит, потому что мы просто хотим вам проинформировать тех вещах, в которых мы разобрались. Итак, какие существуют криптоактивы и в чем разница, в принципе, между криптовалютой и токеном? Ну, мы уже достаточно за 10 лет существования крипторынка привыкли к такими категориям, как криптовалюты, токены, но давайте все-таки мы разберемся в этом. И в чем разница? Потому что понимание этих категорий даст нам возможность дальше разобраться в сущности этого проекта. Под открытой валютой по упрощенной такой терминологии следует понимать виртуальные цифровые монеты в форме криптоакода, которые создаются и используются как средство платежа в том числе с помощью технологии ворчейн. К сожалению, сейчас нет возможности детализировать что-то про блокчейн и в чем там особенность, какие среды блокчейна централизованы, децентрализованы и так далее. Я это оставляю вам на самообразовании, интернет вам помнишь, а сейчас мы рассмотрим, в чем разница токена. Токена – это единица учета, который используется для представления цифрового баланса в екатерамактив. И, между словами, выполняющая функции заменить финансированные бумаги в цифровом мире. То есть, с помощью токена можно в какой-то мере измерить какой-то цифровой актив в его, скажем так, стоимость. Я хочу сказать, что токен используется в разных целях и для измерения, и для вывода на ICO, сбора каких-то средств какого-то стартап-проекта, и для обеспечения, скажем так, какой-то внутренней валюты, криптовыводоплаты его машинного времени для майнинга и других вещей. Сейчас мы будем рассматривать токены как оценочный промежуточный измеритель. Какие бывают виды токенов? Эквити токен – это представляет собой акции компании в цифровом виде. По сути, Эквити токен – это является прообразом какого-то ICO, и они попадают под регулирование различных государственных регулирующих органов. Забегая, например, я хочу сказать, что на предыдущий проект, который был тоже связан с токенами, ну, с токеном был запрещен американской комиссией ценных бумаг, который называется SEC, именно по той причине, что он являлся с собой, как криптовалюты, и он подразумевал промвое регулирование. Утилий криптовалюты отображает некоторую ценность в бизнес-модели онлайн-токенов – репутации, баллы за определенные действия, игровая валюта. Вот наша криптовалюта, она как бы не криптовалюта, а клауд-токен, она именно не подается государственному регулированию, потому что эта выплата идет за определенные действия, которые мы сейчас более детально рассмотрим. И поэтому этот проект успешно развивается в Соединенных Штатах, и у него очень стремительные развития по разным странам, потому что он не попадает под государственные регулирования, а он выплачивается как бы за награждение всего нашего за определенные действия. И ассетбасский токен, церковые обязательства на региональные товары и услуги, которые мы рассматривали. Так вот, какими критериями исходят для руководства при выборе цифровых кредитных активов для инвестиций? Сразу хочу сказать наперед, что проект клауд-токен, который мы рассматриваем, он как бы проходит по всеми этими критериями и уже был нам предварительным током. Итак, оценка доходности актива и срок покупаемости инвестиций. Ну, это понятно, чем более доходный актив, тем он более продвигательен, и чем быстрее окупается ваше инвестиции, тем лучше. Риски. Всегда идет анализ соотношения, какая доходность и какие риски. Эти вещи взаимосвязаны. Чем выше доходность, тем выше риск. Но всегда нужно искать какой-то здоровый компромисс. Риквидность актива и масштабы его использования. Что понимается по тегену на риквидность? Здесь имеется в виду возможность обмена какого-либо актива, в том числе и критерия актива, на фиатные деньги. То есть в данном случае и сам токен, и критерия валюта, которая используется для ее заработка, с этого токена, она абсолютно ликвидна, и на любой момент может быть обменена на фиатные деньги. Очень важна команда, которая стоит за созданием актива и подвержением на рынке. Кто же это рассмотрит? В период динамика развития проекта, связанного с активом, я хочу сказать, что данный проект, который мы рассматриваем, является стартапом. Он запущен всего 12 мая этого года, и существует больше двух месяцев, то есть у него большой потенциал для развития, и мы сейчас дальше рассмотрим сущность этого проекта, вы поймете, что его концепция очень глубокая, и мне кажется, что это не только срочный хайп, а очень серьезный проект, который имеет будущее. Очень еще важно для организации проекта, это степень сложности этого проекта, как для понимания, так и его использования, ну и возможности привлечения партнеров. И из-за этого критерия хочу сказать, что проект очень простой, и если вот сейчас мы поймем сущность этого проекта и его, как им пользоваться, то вы поймете, что это может заниматься даже ребенок или, ну, человек глубокой старости. Потому что здесь пассивная составляющая, которая... Да, е-б твою мать, е-б от ра... ... Неужели? 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 Ёб... 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 Твоя мать... Ёб... Продолжение следует... Прошу прощения, у меня выбило интернет. Так, вы можете продолжить? Да, вполне. Поделитесь экраном, Ярослав. И сейчас подключится, я думаю, остальные, кого выбило из-за меня. Итак, я могу продолжить, да? То есть на основе анализа этих критерий мы предлагаем проект Cloud Token для приумножения капитала. Итак, теперь по сущности, в чем суть этого проекта и что он собой представляет? Ну, прежде всего, следует сказать, что это инновационный мобильный мультивалютный крипто-кошелев, к которому привязан биржевой робот, но его купленные дарки, который ежедневно приносит вам прибыль в размере под 6 до 12% в месяц от суммы вашего криптового депозита. Особенность выплаты вот этих процентов прибыли состоит в том, что прибыль выплачивается не в криптовалюте депозита, а в Cloud Token, которые, в свою очередь, также стремительно растут, и тенды этого роста в среднем будут где-то 40-50% в месяц. Ну, вот так, краткая суть, а детальнее мы сейчас это все рассмотрим. Слева мы видим динамика курса Cloud Token за всю историю его существования, то есть от мая месяца до текущего, скажем так, июля, и с 30 центов он уже вырос почти до 0,48, если точно, то 0,47 и 0,50, да? Вот для сравнения я вам показываю предыдущий проект, это Plus Token, который за полтора года дал доходность почти в 200%, потому что сейчас стоит, по-моему, 98 долларов за один токен. То есть люди, которые зашли в этот проект в свое время, сделали огромные деньги, некоторые люди стали миллионерами, и все абсолютно вывели свои деньги. И сейчас, когда, скажем, вывод денег увеличился в связи с высоким курсом, то предложение превысило спрос, и как бы рост Plus Token, он как бы затормозился. Поэтому сейчас многие инвесторы Plus Token выходят из этого проекта и переходят в Cloud Token, у которого есть свои преимущества, которые мы сейчас рассмотрим. То есть если этот проект показал такие хорошие результаты, то я думаю, что более усовершенствованный проект, в котором устроены ошибки в Plus Token, должен дать не меньший результат, не меньшую доходность, чем в Plus Token. Очень часто спрашивают, действительно, как Токен-платформы использовали наши средства для торговли на криптобирже. Ну, я, прежде чем заходить в этот проект, как аналитик, решил исследовать этот вопрос. И этот исчезновающий анализ цепочкового блоку подтверждает, что наши средства действительно отправляются на крупные биржи для выполнения криптоторговли с помощью робота Джаррис. И мы можем быть уверены, что наши средства отправляются на биржи, и технология SDRSCAN Label помогает нам определить принадлежатый адрес Ethereum криптобиржи или нет. Поэтому потому, что люди могут лгать, а блокчейн никогда не лжет. И анализ этих цепочек, этих всех транзакций показывает, что действительно мобильное приложение работает в правильном режиме времени. Вы можете видеть все транзакции, которые там подтверждаются. И кто владеет английским языком, вы можете на представленном адресе в YouTube посмотреть детальный анализ вопроса контроля всех транзакций с вашим депозитом. Кто стоит за Cloud Token? Ну, прежде всего, разработчиком является программист из Китая. Его зовут Рональд Ай. Я хочу сказать, что это тоже еще один аспект, который меня зацепил, потому что за этим проектом, мне кажется, это и гениальный программист, и гениальный разработчик. Мы сейчас видим на фотографии его награждение премией на очень серьезном и авторитетном мировом уровне по блокчейну 1 ноября 2017 года. То есть он получил эту премию за лучший блокчейн четвертого поколения, который имеет такую особенность, что чем больше транзакций, тем быстрее он работает, тем быстрее он производит эти транзакции. По сути, его генеральность в разработке блокчейна позволила ему создать первые блокчейн на мобильных устройствах, к которым мы тоже присоединяемся. И самое главное, он создал уникальный робот Джарлис, и не только он один, там у него несколько, который показывает очень хорошие результаты биржевой торговли, которую мы еще не сейчас рассматривали. Итак, давайте мы посмотрим... Я хочу, чтобы мы посмотрели краткое видео. Я нашел интересное видео, в котором рассказывается о команде разработчиков этого проекта. Итак, послушаем несколько минут. Рональд Ай и его команда получили деньги на мировом блокчейн в 2015 году, как самый инновационный блокчейн года. Рональд Ай достаточно известный человек в сфере блокчейна, и подробно о нем вы можете почитать на этом файде, либо по ссылке в описании к этому видео. Другой человек из команды Битваут Токен это Мэттьюс Вэнн. Рональд отвечает за программные разработки в этом проекте. Следующее, о чем я хотел бы рассказать, это об одном масштабном форуме, который называется World's Blockchain Forum. Это одно из самых важных событий каждого года в блокчейн в 2013. И этот форум проходит в 3-х годах. В Юйор, Монтан, Гребан, Шинкейн, Сингапур ежегодно. И на этом форуме мне часто выступают такие грандиозные личности, как Джон МакАпи или Роджер Вэр. Но я не просто так рассказываю про этот форум. Дело в том, что основатель и создатель этого форума, Шэн Джао является стратегическим маркетинговым партнером Cloud Token и одним из первых инвесторов в этот проект. Для того, чтобы понять, что это за личность, нужно осветить его предыдущие результаты. Дело в том, что Шэн Джао раньше работал совместно с проектом Plus Token, у которого маркетинг очень похож с Cloud Token. И он способствовал росту Plus Token с 40 центов в апреле прошлого года до 95 долларов на данный момент. Plus Token успешно работает и после сей день и продолжает отбирать цену. Как вы видите, в этом форуме я указал уже, что это на 80-99 долларов, а все дело в том, что цена Plus Token до сих пор растет. И можно считать, что Cloud Token, тоже Plus Token, только с правдилами отработали над ошибками. Cloud Token во многом лучше стартовал, чем Cloud Token. И это относится к публичной администрации и большому количеству громких имен и различных группах в поддержании тому, как зарабатываются проценты для инвесторов. Теперь давайте разберемся, когда же все-таки стартовал Cloud Token и такова, знаю его и сейчас. Стартовал он 12 мая, и в процессе открытия состоялось в Таиланде, в городе Бангхон. Значит, это было просто открытие, это ни о чем не говорит. Это было грандиотивнейшее событие, куда приехало более полутора тысяч человек. Там выступали различные инвесторы личности, среди которых, кстати, был Джим Роджерс, который также является инвестором Cloud Token. Джим Роджерс – это один из самых известных инвесторов в Соединенных Штатах Америки, которого называют Азиатским городом Бангхом. Все дело в том, что он приехал в США в Синдокурт и инвестирует все свои деньги во все Азиатское и всегда говорили, что будущее за миром Азиатского. Ранее Джим Роджерс работал с самим Сорерсом и сейчас является большим инвесторическим человеком, а в фитале инвестором которого рассчитывает более 200 миллионов долларов. Стартовая Синдокурт, на самом деле, на момент открытия была всего 30 центов. Сегодня, в последние недели после старта, Синдокурт на уже 40 центов, и таким образом выросла на 25%. Проект Клаут Токен, который существует, ему вы можете передать передоволюку, находящегося на балансе Клаут Токен под управление, чтобы он ей успешно торговал и начислял вам вот эти самые проценты, расчитывая на 12-7 минуты. Впечатление, кстати, ежедневное. Вопрос, что он доказательной базы и легенды, Клаут Токене подошел более, чем серьезно. Сам Рональд Айо очень часто люди показывают в режиме реал-тайма на презентации этих конферентов и в режиме на 30-м видео, как на самом деле устроен робот Джарлис. Он показывает программный терминал, непосредственно историю о миром в самом приложении, и на верхнем режиме филансы показывают, как это действительно все-таки синхронизировано и действительно робот ведет торговые операции. У Клаут Токена есть еще другие разработки, о которых они не доверяют, в том числе, которые связаны с негативными и бантастическими подъемными системами как Майкер и Карт в мире перехолюют. Уже есть жилые видео, где показано, как точно банковская карта Клаут Токен Майкер и Карт работает банкоматами, как ей можно рассчитываться, и как с помощью встроенного NRC-шипа в карту можно создать приватный ключ, для технических Клаут Токен Майкер. Для таким образом, на каждом человеку можно на конкурсе заразить свой телефон на банк с электрикарпой и выручите вверх по 4-ю. Вы имеете в виду, кстати, и проведете большая компенсия. Ну, думаю, достаточно. Итак, продолжим. То есть, в отличие от многих хайпов, где заявляется, что что-то торгуется, Рональду Ай действительно удалось создать мобильное приложение, которое использует прогрессивный робот Джарлис для биржевой торговли с очень хорошей эффективностью. В чем особенность этого робота? Ну, Джарлис – это мощный биржевой блок нового поколения, которым используется искусственный интеллект и нейронные сети для анализов. Джарлис торгует на 38 крупнейших репертибиржах. И торговая стратегия Джарлис, насколько мне известно, разделывается на получение прибыли на новостях, которые двигаются. Все сделки этого робота отображаются у вас на смартфоне реальными же реальными и вы можете видеть, как робот торгует на вашем депозите. Самое главное, что вот это мобильное приложение CloudToken, оно очень хорошо отлажено и отлично работает у вас на смартфоне. Оно не ключе, не потрясает. Есть даже какая-то сайс и саппорт, и можно любые моменты решать. Ну, хочу сказать по своему биржевому опыту, биржевые опыты, в отличие от ручной биржевой торговли, показывают феноменальный результат. Если, допустим, опытный трейдер может там делать 20-30% в месяц при благоприятном, скажем, подтвержденшем ситуации, то биржевые опыты делают и 300, и больше процентов. Но то, что нам демонстрирует доходность от 6 до 12% свидетельствует о том, что биржевой робот настроен на минимальный риск. И я думаю, что реально его доходность намного больше, поскольку у этого проекта еще есть очень жирный маркетинговый реклам, только часть выплачивается в пассивной форме за предоставление криптодепозита для биржевой торговли. А остальная часть, которую мы рассмотрим дальше, она выплачивается тоже за счет доходов, которые подносит этот робот. Хочу сказать, что компания CloudToken после открытия 12 мая в Панхофе уже провела два мощных эленда. Один был июня этого года в Сингапуре и недавно прошел во Вьетнаме в Июле тоже очень мощный эленд, где была предоставлена новая эта система данного токена, его использование и конвертация с помощью платежной карточки, системы платежной мастер-карты, а также китайской платежной системы UnionPay. То есть компания очень мощно стартовала и огромнейшее собирает аудиторию в своих элендах и имеет радиозную успех. И теперь хочу вам с вами поделиться концепцией компании CloudToken и чтобы вы ее поняли, я хочу немножко вам рассказать, что происходит на крипторе рынке. Развитие и формирование рынка криптоактивов за 10 лет его существования показало большую криптоактиву. криптоактиву. Если зайти сегодня на сайт CoinMarketCap, то вы увидите цифру 274 миллиарда 915 миллионов 294 тысяч 90 долларов стоят 7 более 2000 видов криптовалют. Понятно, что курсы колеблются, и эта цифра тоже каждый день меняется. Если криптовалют это же сумма, то крипторизация крипторынка тоже возрастает. Но поверьте, что это, я думаю, осознаете очень крупную сумму денег, которая уже интересна для того, чтобы зарабатывать на этом рынке. И сейчас через предполагаемые различные токены, как универсальные единицы учета баланса криптовалют, делается попытка захватить этот рынок криптовалют. Ну и первую попытку такого захвата крипторынка сделал именно проект PlusToken, которого планировали такие компании, как Wotoken и STF Token. Однако самым новым и удачным клоуном PlusToken можно назвать именно CloudToken, у которого самый продвинутый кошелер на базе будущего четвертого поколения, самый эффективный биржевой робот JARIS, а и самый удачный маркетинговая программа и авторитетные лидеры, которые продвигают проект на всем мире. На данный момент CloudToken набирает применительные обороты и создает систему использования этого токена как международного платежного средства для многих начинок. Как я уже сказал, внедряя конвертации токена через платежные карточки, применяется токен уже в Вьетнаме для бронирования покупки авиабилетов, оплаты гостиниц и многих других мерчанков, что, в свою очередь, обеспечивает повышение ценностей и, соответственно, и курса, розыск курса этого CloudToken, что не может, скажем так, мешать доверие к этому CloudToken. Какие преимущества именно CloudToken по сравнению с другими? Ну, прежде всего, это стремительное международное развитие проекта. За два месяца уже охватило 137 стран. Как я уже сказал, за проектом стоит команда очень авторитетным программистам, математикам, архитовым десятилеков загородними и нерами. Для ухода в проект CloudToken не нужно покупать сартовые пакеты, нету обязательной компонентских платежей, отсутствуют равные квалификации. CloudToken отсутствует также обязательные условия AutoShop, то есть покупки продукции компании, в том числе, компания Amway, партнеры постоянно что-то должны покупать от этой компании, чтобы заработанные на MLM не сдавали. Здесь такого нет. В CloudToken зато есть возможность в любой момент выводить как тело от крипто 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 так и процент трибыли, в который начисляется именно в CloudToken. В проекте есть так пассивный доход заработок приобретение новых партнеров так и активный доход зарегистрироваться в своей своей мотере. Кроме того, проект является еще стартапом, поэтому у него большой потенциал розы с Тотокином, который в совокупности с процентом закрытом дает свыше 300% вниз. Проект очень простой и легкий реализация, поэтому люди придут охотно и легко в этот проект. Ну, кроме скажем так больших похвал этому проекту, я бы хотел немножко опустить глаз на землю и заявить от лица компании о рисках, которые существуют в любых инициационных проектах. Прежде всего, хочу сказать, что команда CloudToken и сам Господь Бог никто не может вам гарантировать постоянную прибыль от ваших вложений и вложений. Вы должны принять на себя все риски, возможно частичные или полные потери своих инициационных предпоследств, в том числе вы должны принять интересы, что доход каждого участника будет отличаться в зависимости от суммы инвестиций и интенсивности дистрибутивной деятельности. Второе, как в любом бизнесе, ваши успехи в CloudToken будут зависеть от ваших индивидуальных способностей, делового опыта квалификации и мотивации. Нет никаких гарантий относительно уровня успеха, которого вы можете здесь достичь, потому что успех каждого зависит от его преданности, желания и мотивации. А теперь кратко поговорим о процедуре инвестиций. Она очень простая, как я уже говорил вначале, доступна даже школьнику. Нет необходимости проходить какую-то верификацию, предоставлять свои телефоны, имейлы. Все очень просто. Первое, что нужно сделать, это в App Store или в Play Market кто пользуется Android скачать мобильное приложение, которое так и называется в App Store. Когда вы его установите на мобильное телефоном, нужно пройти регистрацию. Регистрация проходит только по реферальной ссылке и вы обязательно должны его получить у человека, который вас пригласил на этот вебинар и вы видите эту видеозапись. Я думаю, что мы запишем отдельную видеоинструкцию, как регистрироваться, чтобы сейчас не занимать радиоценное время, но после регистрации вы получаете доступ к своему мульти криптовалютному кошельку на своем мобильном устройстве. Я хочу, кстати, подчеркнуть, что для пользователей App Store, для AirPhone, это пока что единственный рейтокен, который прошел геррификации компании Apple. Вы на App Store не найдете ни другой токен, который доступен для мобильного приложения. то есть это пионер своего рода, который прошел все бюрократические пути заставление своего продолжения на App Store. Итак, после инисляции программного обеспечения на нашем мобильном устройстве вы должны пополнить свой мобильный рейтокенширек. Хочу сказать, что каких-то определенных требований к минимальному депозиту нету, вы можете даже с одного доллара стартовать, но для того, чтобы зарабатывать на реферальных ссылках, на привлечение партнеров, вот в первом вашем рептодепозите должен быть не менее эквивалент до 500 долларов. Поскольку мы знаем, что каждый день рептовалюты меняет свой курс и то дешевеет, то дорожает, то лучше сделать скажем так пополнение с определенным запасом. Допустим, 700 до 700 на 1000 долларов, ну минимум 600 долларов, чтобы выписывал какой-то ваш криптоактив. Пока что на данный момент есть 7 основных криптовалют, но количество криптовалют будет увеличено в ближайшее время. После того, как вы пополнили свой криптовалютный криптопошелев хотя бы одной криптовалюты на определенную сумму, четвертым шагом является отправить эту крипту на управление, на подговлю роботу Джарби Стои. Опять же, как это делается, ваш информационный спонсор это вам расскажет и в ближайшее время может быть запишет видео. И после того, как ваша криптовалюта поддана на распоряжение роботу, он начинает работать с ней и это процедура запуска ваших средств в биржевую торговлю на данный момент проходит где-то в среднем 48 часов. И на третьи сутки вы уже начинаете получать прибыль. Как я вам сказал, диапазон прибыли каждый месяц колеблется от 6 до 12%. Но в среднем это 3% вашего депозита в день. Которая, еще раз напоминаю, будет вам вывлачена в этих cloud токенах, которые являются абсолютно ликвидными. Вы можете конвертировать в любое время на любую из криптовалют, а криптовалюты через замену не будет вести криптовалют. Вот такая процедура работы в этом проекте. Я хочу только заметить, что на данный момент при выводе ваших средств из криптовалюта ранее, чем за 3 недели, взывается комиссия 8%. После 3 недели комиссия составляет 1%, но насколько мне известно новости, что вскоре эта комиссия будет устранена, и вы сможете ввести средства в гостерее. Поскольку существуют определенные риски в этом проекте, то я бы хотел предложить вам свою стратегию инвестирования в этом проекте. Поскольку токены, которые мы получаем как вознаграждение от торгового робота Джарис, то и эти токены, клау-токены растут в цене в среднем 30-40%, то на вашу прибыль 10-12% накладывается еще прибыль 40-50% от роста самого курса. Поэтому я бы предложил вам такую схему инвестирования. Допустим, вы заработали какое-то количество токенов и нужно подождать 2-3 месяца, пока курс их возрастет. Я так слышал, что до конца августа курс может достичь 2-3 долларов, сейчас он половина доллара. По сути, это существенно увеличит ваш ожидание, увеличит ваш капитал, и тогда вы выводите уже с возросшим курсом токеном. Таким образом, частями можно вывести все тело депозита, имеется в виду через выводы прибыли на торговые тело депозиты мы расставляем в работе, в рабочий капитал, и после вывода суммы в размере тела депозита фактически вы уже будете находиться в дезинферской зоне, там уже ожидание на рост курса вы можете себе позволить более длинное. Хочу сказать, что наши лидеры, которые приглашали на этот проект, показали уже достаточно хорошие результаты своей доходности за очень короткий промежуток времени. Один из моих знакомых показал мне, что у него дневной доход составляет 250 долларов за счет правда не только пассивного дохода от дневной приглашений. Врешенствующий спонсор Алиса на одной из наших вебинаров заявил о доходе в без с половиной тысячи в день. И поверьте, что это не предел, люди уже зарабатывают по 10 тысяч, доходе до 100 тысяч, то есть еще раз печатаю, достаточно месяц уже в месяц, но это очень серьезная доходность, которая базируется не только на серьезные деньги. Каждый сам выбирает себе, какую сумму он может позволить инвестировать, каждый сам выбирает, стоит ли приглашать своих друзей и знакомых или организм с только пассивным доходом, но в любом случае я считаю, что проект очень интересен, очень перспективен и достаточно засыпно доходный. Как зарабатывать на приглашении, на дистрибуции, я хочу передать слово моему спонсору адресу и передаю слово адресу. коллеги, как вы считаете, дело в том, что я не хочу, я записываю, Ярослав наверное тоже записывает, я не хочу затягивать очень длинно, час мы уже работаем, мы можем сделать подлиннее вебинар в воскресенье, который будет в 2 по Нью-Йорку, 21 по Киеву, Москве, или продолжим, хотя тут у меня с интернетом сегодня немножко перебои, поэтому я боюсь опять, что меня вышибет, как вы считаете, мы продолжаем или переносим третью часть на воскресенье, у нас будет регулярно 2 раза в неделю вебинары по средам и воскресеньям, если не будет, или другие дни будет объявлено раньше. Ваше мнение, пожалуйста, отмютайтесь и скажите, как вы считаете, может быть мы сегодня на этом закончим, а в воскресенье посвятим третью часть обязательно, с этого может и начнем. Мы можем сегодня закончить, но к следующей нашей встрече желательно сделать такую более детальную инструкцию степ-в-степ, значит, потому что по моему опыту можно сделать ошибки, когда заходишь, вы знаете в чем дело. Саша, понято, коротко, пожалуйста, я понял, степ-бай-степ значит шаг за шагом по-русски. Окей, принято, Саша, принято. Еще какие предложения? Ну, пока все. Нет, не от вас, я хочу слушать других, не только вас, Саша. Кто еще что предлагает? Мы заканчиваем сегодня и переносим маркетинг-план на воскресенье в 21 Киево-Москвы. Молчание, знак согласия по российской традиции. Окей, вижу от Михаила. Хотелось бы немножко маркетинг-план на время уходить. Персонально обещаю поработаем в ближайшее время, ну не сегодня у тебя уже ночь, завтра обещаю поработать с тобой по маркетинг-плану и презентацию, ну, меньше слов для прессы, уже есть русская, как ты видишь, на русском языке. Все, в таком случае спасибо, что вы пришли. Тот, кто вас пригласил, пожалуйста, обращайтесь за реферальной ссылкой к тем спонсорам, которые вас пригласили на эту презентацию, кто еще не в системе. Успехов нам и процветания компании CloudToken на этой положительной ноте. Я заканчиваю нашу презентацию, заканчиваю запись. У нас запись будет выложена в Ютубе. Дам ссылку и я, и, наверное, Ярослав. Каждый сделает свою заливку в Ютуб в следующей вебинарной встрече. Всего доброго. Пока-пока.